Антинародно и против конституции. Так называют руководство и представители регионального отделения партии «Справедливая Россия» инициативу правительства страны о повышении пенсионного возраста. Напомним, согласно законопроекту, для мужчин к сроку ухода на пенсию хотят прибавить 5 лет. Для женщин пенсионный возраст будет увеличен на 8 лет и составит 63 года. Свою позицию приверженцы политической ячейки выразили на пресс-конференции с журналистами. Мы исходим из убеждения о том, что никакой закон не может ущемлять права и свободы граждан. Путем изменения пенсионного возраста, без широкой дискуссии, которую правительство обязано было провести среди широких слоев населения, мы полагаем, что нарушены основоплагающие конституционные принципы. По принципу «критикуешь – предлагай» партия не стала затевать митинги и выступать на городских улицах с кричащими лозунгами, а пошла другим путем – интеллектуальным, а точнее разработав альтернативные меры по реформированию нынешней пенсионной системы. Проект закона предполагает сопоставить размер пенсии с трудовым стажем и зарплатой человека, как это было в Советском Союзе, сохранить нестраховые и льготные периоды трудовой деятельности, к примеру, службу в армии или учебу в институте, ввести запрет на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Также одна из законодательных инициатив партии «Справедливая Россия» – это повышение налогообложения для тех категорий граждан, которые имеют совокупный доход более 24 миллионов рублей в год. То есть при доходе в 2 миллиона рублей в год повышение налогообложения до 18%. Своё предложение «Справедливая Россия» направило на рассмотрение президенту страны. Альтернативный законопроект уже нашёл отклик у горожан. За последние сутки региональным отделением собрано порядка 2000 подписей жителей области, которые голосуют за отмену повышения пенсионного возраста. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.